Трофей Рыбалка Добрый вечер! Трофей Рыбалка Зимние спортивные мормышки Зимняя спортивная мормышка Да, в чем, собственно, Саша Привыкайте к этому словосочетанию В чем, собственно, Саша уже и поднаторел Тогда очень здорово И ловит прям Отлично, дай бог каждому Кандидата в мастера спорта Себе заработал на этом Сколько по времени у тебя заняло Вот это все Я-то знаю Путь от любителя К спортсмену Первые соревнования у меня прошли Еще в юношеском возрасте Выступал я за команду Лепси В юниорах Это был 2006 год Белая холуница И также в 2006 году выступал второй раз Это на березовой курье Начало, конечно, было не очень Потому что очень нервничаешь Когда заходишь в этот вид спорта Тем более с матерыми именитыми Уже на то время с соперниками Да, вот я что, кстати, хочу сказать Что спортивная рыбалка Она очень сильно с точки зрения Именно эмоциональной Отличается от любительской Потому что на любительской рыбалке На любительской рыбалке Мы получаем удовольствие От самого процесса Не торопимся Не торопимся Нам не так важна там рыба Неспешно Да, какая-то Если, например, рассматривать Там зимнюю рыбалку Ну, сорвался у нас там окунек С ладошку в лунке Да ну и черт с ним Ну вот, сейчас поймаем еще А когда во время тура У тебя ограничено время У тебя ограничена зона ловли Тебя постоянно поджимают Сбоку там, сзади И впереди там соперники Которые следят за тобой От и до За всеми твоими действиями Что ты там делаешь Как ты достаешь эту рыбу Прикармливаешь, не прикармливаешь На какой глубине ловишь Какого цвета у тебя мормышка И что ты на нее насаживаешь Вот в этот момент На самом деле Вот этот адреналин в крови Он реально кипит И когда у тебя сходит окунек С ладошку в лунке Я вам скажу Это еще то удовольствие Потому что Ну да, ты не поймал Но ты начинаешь думать А почему не поймал Перевязывать мормышку Там еще что-то В спорте же используются Там очень тонкие снасти Тонкие лески Не знаю Там очень суперчувствительные кивки Ну, об этом мы скажем Немножко дальше Да, но тем не менее Вот именно эмоциональная составляющая Вот этой спортивной рыбалки Она просто потрясающая И вот мне, например, тоже очень нравится Участвовать в спортивных мероприятиях Вот в таких состязаниях Потому что там все по-другому Ты начинаешь думать по-другому В общем, слоган нашей программы Без движения нет ужения Он сегодня максимально оправдывает тему А там постоянно Двигаться нужно Да, и напоминаю, что генеральный партнер Нашей передачи Компания Движения Нефтепродукт Хорошо Ну, давайте пойдем поэтапно Вот поэтапно, да Саш, я хочу Знаешь, первый вопрос какой задать Вот как ты считаешь вообще Чем спортивная ловля Отличается от любительской Мы сейчас не коснемся Вот именно снастей Всего оставшегося Я хочу спросить именно вопрос Всегда же ловят спортсмены Как я уже сказал В ограниченных зонах Ну, на водоеме Разбивают зоны Чтобы все были в разных условиях Основные принципиальные отличия Давайте сейчас зафиксируем Если мы на обычной рыбалке Можем бегать, двигаться куда хотим То здесь мы четко ограничены Какими-то рамками Рамками Самое, что я понял тебя, Василий Самое, что интересно Здесь правильно выбрать для себя Тактику ловли именно в зоне Вот Первый вопрос, который вообще Откуда вообще берутся эти зоны Кто их придумывает Как их разбивают То есть я вот, например Сам просто по своему опыту скажу Участвую Несколько раз там в соревнованиях Мне вообще всегда казалось А почему решили-то вот здесь То есть выбрали какой-то Не слишком удачное Вы выбрали какой-то вот участок Да, там, хоп Его огородили там флажками И сказали Все, больше никуда не выходим И порой реально участки бывают такие Что там думаешь Блин, я на обычной рыбалке посюда И ловить-то не пошел Гиблое место Я бы обошел его страну А в соревнованиях Нужно здесь вот показать Свой там мастер-класс Кто? Вообще изначально выбирают Нет, не судьи Чаще всего это делают Спортсмены доминирующие в области Ну, то есть активная группа Да, активная группа лиц Которые будут предполагаемо соревноваться Допустим, в данном месте И которые, по их мнению Будут совершенно равные условия у всех У меня слово доминирующее насторожило Такие альфа-самцы рыболовного мира Да, типа того То есть все равно есть Такая группа лиц И смотрят Они не рыбачат в этой зоне Первым делом Ну, наличие рыбы рядом с зонами Они, конечно, проверяют Но не было, чтобы ярко выраженных Аномалий в зоне То есть никаких отдельных коряг Перепадов, глубин За то, что может заступиться рыба Чтобы все в равных положениях Да, чтобы все Максимально было Максимально равные условия Конечно, все равно Доля везения бывает в нашем спорте Особенно при зимней ловле А поэтому все равно Спортсмен может, сделав одну дыру Попасть на какую-то коряжку И будет занимать первое место Ну, там может сыграть роль Какой-то микро-ривчик Микро-ривчик, да На котором будет держаться рыба Первый критерий Это, чтобы максимально были равны условия А как они эти Лучшие из лучших Так скажем Они на основе своего опыта Это делают Вот выбирают Или они раньше исследовали С помощью каких-то приборов И в данный момент И также точно Ходим, будем Большое количество лунок И смотрим, чтобы Были равны условия Сейчас есть техолоты Камеры, о которых мы там говорили В наших передачах То есть можно посмотреть Промерить глубину И выбрать зону Все окей Вот есть у нас зона Их делают две В зимней рыбалке Их делают три Три человека От каждой команды А, точно И в каждой зоне Всего шесть зон Всего шесть зон Это на два тура делится Два тура, да Поясним для наших радиослушателей Что туров два Каждый тур длится Два с половиной часа В региональных соревнованиях На всероссийских Три часа тур Ну, в нашем регионе Два с половиной часа Вот, соответственно Команда состоит Из трех человек То есть Вот вдруг сейчас кто-то Сподвигнет кого-то там Начать участвовать То есть Всегда трое Всегда трое Никогда Больше не меньше Команда три человека Команда три человека И ловят каждый В своей зоне То есть каждый участник Да, по жеребьевке Чтобы не было такого Что там Случайный выбор Происходит из участников Происходит Капитаны команды Проводят жеребьевку Кто из Кто Какой участник Будет С кем соревноваться В какой зоне То есть И там, соответственно Да, там уже такой Вот она Как раз Судьба-то может решиться Ты можешь попасть в зону Где будут, ну, скажем так Матерые спортсмены Матерые спортсмены А в другой зоне Будут, ну, такие Может быть, там Только начинающие Но на самом деле Человек, который приехал Участвовать в соревнованиях Он так или иначе Уже подготовлен Все равно Зоны, как ранее Сказал у Василия Метятся флажками Да, чем-то Да, ограждаются Флажками, лентами Волчатниками То есть Какими-либо Сейчас вот очень принято И очень удобно Ограждать просто Дорожными фишками А, понятно Чтобы ленты никакие Не собирать А фишки достаточно удобно А площадь вообще Велика ли зона? Это зависит от количества Участников То есть Есть предварительная Регистрация Также на сайтах В рыболовных обществах В группах В контактах Также могут Через других спортсменов Связаться Допустим Если команда Новичков собирается Они предварительно Кому-то сообщают Что вот Будет еще одна команда Будем участвовать Да, и плюсом Мы еще делаем Небольшой запас Ну сколько вот На твоем опыте Минимум и максимум Площадь на которой Можно ловить В Кировской области Да, в Кировской области Ну у нас Минимальные зоны Примерно были Наверное Сто на сто метров Приблизительно Это было когда Майло количество участников А на чемпионатах Кировской области У нас сейчас Очень популярность Пользоваться Нашей область Именно в плане Спортивной мормышки К нам приезжают Из соседних регионов Достаточно много гостей Поэтому у нас зоны Доходят там Как масштабов России Практически Да сколько это То есть зона Там может быть Сто на триста метров Сто на триста метров Сто на двести метров Ну это такой Очень немаленький Кусок водоема На котором стоит побегать Вот И кстати по поводу Побегать Всегда например Спортсмен При входе в зону Но он в ней Не рыбачил Да, то есть там Запрещено перед соревнованием Ближе пяти метров В зоне вообще Нельзя подходить Нельзя ловить Вот, соответственно Спортсмен не знает Где там может стоять рыба Есть ли там Какие-то вот эти Микрорельефы Там трава Не трава Там или еще что-то Саша, совет Просто тем Кто хочет начать Ловить на мормышку Как зайти в зону Как вообще Вот понять-то То есть вот Сто на триста Ого-го Вроде бы там И набегаться есть где С чего начать-то Я очень часто наблюдал Что там бывает Коп там И куча спортсменов Не знаю Восемь человек Побежали в какой-то один угол Чего они знают-то вообще Почему Если ветер оттуда дует Откуда стоит начинать Ну тут-то по тактике Короче всего Если рыбак изначально Не знают водоем Все равно на каждом водоеме Где проводятся соревнования Есть местные рыболовы Так как водоем Пользуется популярностью По количеству рыбы Нужно первым делом Посмотреть Вот с моей точки зрения На местных рыболовов Все-таки А, то есть присутствие Посторонних рыболов В зоне Нет, в зоне В зоне не будет Именно рядом с зомой Они все равно будут сидеть На каких-то определенных глубинах Ну чтобы понять Линию Линию, да Ну уровень Куда стоит Пойти-то Может там свальчик Они там сидят Или рыбу белую Выкармливают Или еще что-то Второе, конечно Садиться лучше Выбирать Если совершенно зону Не знаешь То есть Как вот у обычных рыболовов Есть такой термин Ловля на глаз То есть Ты занимаешь Крайнюю точку зоны И чтобы Вся зона была Перед твоими глазами А чтобы ты видел Всех спортсменов Да, всех спортсменов Кто начинает Тихонечко ловить Это тоже у спортсменов Правда Очень тяжело увидеть А зона-то, кстати Какую форму имеет? Круг, квадрат Это зависит От особенностей водоема Она может быть Квадратной Прямоугольной Но не круглой Квадрат или прямоугольной Углы всегда есть Углы всегда есть Вот И чтобы Что-то в этом есть Ты сел И видишь всю зону Перед собой Саш, давай еще поясним Что Каждый спортсмен Может Пометить свои лунки В которых он может ловить То есть У каждого спортсмена Флажков Вот я сейчас честно Даже не помню Сколько У каждого спортсмена Имеется два флажка Бурить можно Неограниченное количество лунок Но из этих лунок Ты можешь сделать 10 А рыбачить можешь Только в двух Где В тех лунках Которые ограничены флажком Ближе к флажку К твоему флажку Другие спортсмены Ближе чем на 5 метров Подойти не могут Так же как и ты Дайте переварим Можно Расскажу своими словами Значит Можно сделать как Есть два флажка Соответственно Мы бурим Вот одну лунку Отходим от этой лунки К примеру На 5 метров От своей лунки На 5 метров Бурим еще одну лунку Ставим сюда флажок Вот у нас есть две лунки Между ними 5 метров И вот соответственно Еще от этих лунок Радиус 5 метров К нам не может Никто подбуриться Не может никто Не с одной стороны Соответственно Вот двумя флажками Мы можем занять Определенный промежуток А смысл в чем? А смысл в чем? Что как можно дальше Например спортсмены же Используют прикормку А чтобы моя прикормка Не досталась Конкуренту Мы можем закормить Так называемую Как база Ну база Ну база это уже Прошлый век Сейчас все в основном Бурятся дорожками Это даже на чемпионатах России очень развито О я вот уже Отстал немножко База это вот раньше Может как-то Зависело от большего Количества рыбы Базы работали Очень хорошо Все спортсмены Допустим взять 2011 год Там никто дорожками Вообще не бурился Грубо говоря Все делали Одной лункой Одной Одним флажком Спортсмен мог защитить Там до 5 лунок То есть ближе 5 метров Чтобы к нему не подходили А у него он в этой зоне Ловить может Ну в радиусе 5 метров Он может сделать Еще 5-6 лунок Передвигаться по ним Прикормить Оставить на какое-то время Взять второй флажок Там убежать в другой Конец зоны И там еще сделать Такую же штуку И начать ловить А потом вернуться сюда Да и рыба раскармывалась Очень хорошо А сейчас такая тактика Как показала практика Очень перспективная Результативная А дорожка соответственно Это по линии лунки Бурятся Дорожка да Это определяешь себя На свал Или наоборот Вдоль мелика Или наоборот На глубину Если вот спортсмен Не знает Но вообще Не имеет представления На какую глубину Ему рыбачить То есть на какой глубине Ему акцентирует Свое внимание Он делает дорожку Там до 20 дыр Стартовую дорожку Он каждую дыру закармливает И идет постепенно Каждую проверяет Вот смотрит Вот здесь вот На этой линии Более активный клуб Но в то же время В то же время Соперник Со своим флажком Может проверить Твои лунки Пока ты сидишь на первых Луночках своих Он с той стороны Твои первые Сможет уже проверить Вот это сейчас Вот это сейчас Очень большая проблема На чемпионатах России Очень большая Раньше Проверяют твои луночки Раньше спортсмены Имели какое-то Как правильно выразить Чувство гордости То есть они кормили Все свои лунки И проверяли только Их первый час точно Твои лунки бы никто не занял А сейчас Пока ты там Бурешь третью лунку Вторая осталась Без присмотра Другой спортсмен Его сразу занимает То есть из-за этого И вырабатывается тактика То есть не только рыбу ловить То есть это уже такая работа Как это в спорте Работа локтями Да уже потолкаться приходится Здесь я бы наверное сказал Вот чем и отличается Спортивная ловля Особенно на мормышку Особенно зимой Почему хочу вот это Акцентировать на этом Внимание Это вот как раз здесь Нужно еще думать Логически думать Помимо того как ловить То есть реально игра в шахматы То есть ты сейчас понимаешь Ага я вот сейчас Сделал лунку Вот здесь поставил флажок Сейчас сюда никто не подойдет Вот у меня здесь есть Смотри-ка он там пробурил 20 лунок Дай-ка я побегу туда проверю Особенно если ты увидел Что там кто-то начал ловить То есть просто берешь удочку Бежишь туда И там начинаешь ловить Нюанс-то еще в том Ведь ты ведь заранее не знаешь Поймаешь ты что-то в этой лунке Или не поймаешь Ну а это вот уже Скажем так Профессионализм Поэтому спортсмен изначально Надеется на свои лунки Которые он по Преждевременной тренировке Которые он там отобрал Ключик какой-то к рыбе Он изначально Так и начинает работать И я вот лично Не стараюсь Первый час вообще Не рассматриваю варианты Бегать по чужим дырам Хотя Другие спортсмены Так не считают Понадеяться сначала на себя Потом уже посмотреть На свои силы Что там происходит Дальше в зоне Вот В этом тоже есть Определенные нюансы И на самом деле Вот этим она интересна Вот эта рыбалка Отсюда там может быть Что-то можно даже Перенимать На обычную Скажем так Нашу любительскую ловлю Почему я говорю Что спортсмены Это люди В хорошем смысле слова Больные И например Ну вот я знаю Я там с Сашей ездил на рыбалку Не единожды Я представляю Что он там бурит зимой Не знаю Я там трилунки Трудоемкий процесс Три умки пробурил Там в них рыбачу Он уже там 20 сделал И говорит Вот здесь клюет Бегите сюда То есть спорт уже в крови Он как-то И когда ты на соревнованиях Находишься На обычных рыбалках Темтеп очень активный На обычных рыбалках Очень много любителей Рыболовов Подходят И интересуются Почему вроде Как бы вы ловите А мы не можем поймать Практически каждую рыбалку Ну как это объяснить Коротко и ясно Я не представляю Ближе Чаще всего тут работают Тонкие снасти То есть У спортсменов Они гораздо тоньше Чем у рыболовов Ну о снастях Мы наверное чуть дальше Но вот о тактике Дальше мне хотелось бы поговорить Точно знаю Что есть однозначно Две тактики Ну как сказать тактики Самая главная тактика Это все равно Активный поиск рыбов Вот Сейчас расшифруем Что под этим Разумевается Мы зашли в зону Все там Ну не знаю Там закормили Какое-то там Количество Н лунок У нас там все здорово Мы использовали там Свою там Не знаю Прикормку Которую Нашли там В процессе тренировки Все начали Кормим как По каким правилам Тоже правила тут есть Кормим Тут самое главное Чтобы любые действия Происходили с флажком То есть без флажка Ни одно Вообще ничего Не имею права То есть ты можешь так Сыпать Ты можешь кормушку Использовать Это абсолютно мое дело Мы тоже вот об этом Скажем чуть дальше Как прикормить Там есть несколько видов И вариантов Прикормки Способов Способов там Да Различных Вот Значит все Вот я там Пригормил Есть все равно Две тактики Можно активно перемещаться По лункам Я просто сейчас хочу спросить Вот какая все-таки Саша По твоему мнению Более выгодная Можно перемещаться По лункам Ну достаточно быстро И там снимать Какую-то активную рыбу Если она вообще здесь есть Либо можно пытаться Раскормить Сделать ставку Там на белую рыбу На того же окуня Попытаться собрать Его там этим Кормовым там Мотылем Вот какая выгодней С точки зрения Знаешь какой Наверное скажу Давай так Вот мы зашли в зону И понимаем Что у нас в зоне Клюет окунь Ну вот сорок Берем Про белую рыбу Вообще вот пока Вот все Там вот соревнования У нас клюет там окунь Ну такого там Не знаю там Спортивного Какого-то размера Вот Что здесь сделать выгодней Плюнуть на прикормку Там кормить щепоткой И бежать дальше Либо все-таки Пытаться его раскормить На надежду Что там Ну подойдут Побольше Экземпляры То есть Ты на тренировке Спортсмен для себя Уже знает Что он должен делать Либо раскармливать рыбу Она может стоять Неактивно Прямо под лункой И тихонечко Раскармливаться А может наоборот Собирать именно Активную рыбу То есть это Одну-две рыбки С лунки И вот по этой тактике На тренировке Ты выбираешь Уже для себя Входишь в зону С мыслью Что ты будешь Делать именно на тренировке Определенно Точного правила Конкретного нет Недаром говорят Любые соревнования Выигрываются И проигрываются На тренировках То есть без тренировок Без тренировок А тренировка Она за какое время Проводится до соревнований? Чем больше раз Вы побываете На тренировке Там же может Что-то поменяться Да Ну сегодня рыба Там активная Завтра она там Пассивная Сегодня она стоит У дна Завтра в полметре Да Сегодня она там Стоит пятнами Завтра она активно Перемещается Ну вот То что касаемо Окуня Твой вердикт Все-таки Больше бурить Больше бурить Да нет Окунь как правило Стоит очень большими пятнами Чаще всего Выигрышная тактика Именно Насколько он Вот реагирует На вот этот На кормового мотыля Ну да Окунь Если он Питается неактивно В данный момент То он может Допустим Наестись Даже там Кидаж 10-15 грамм Кормового мотыля И даже этого Хватает ему наесть Его можно перекормить Да Можно перекормить Окунь Бывает очень часто Что перекармливается А можно Допустим Кинул там Одного-два мотылька Собрал его внимание Рыба не наелась И ты начинаешь Ее долавливать И дальше уже Мармушечку кидаешь Ну мармушечка Все равно у нас Подразумевается Это именно с мотылем Ну я понимаю С насадочкой конечно А если наоборот Когда ты Одного-два мотыля кидаешь Это сталкивались С такой тактикой Вот допустим В прошлом году У нас проводился Кубок России В Кургане Киди Кормишь Окуня мотылем И он наоборот Просто не клюет Полностью игнорирует Редко когда подойдет Вот даже в камеру Наблюдали Вот ложишь Вот стоит стая окуня Ложишь Кормушку в мотыля Он постоит Посмотрит И просто расплывается То есть собираешь Вообще корм не нужен был То есть это Наоборот рыбу отпугивало Ну это видимо Как-то вот особая Особая обстановка была Это как раз таки Это как раз таки Тренировка Тренировка Но это скорее всего Еще там и особенности Водоема какие-то Могут быть Ну а вот до этого Москвичи тренировались Они очень активно Кормили рыба Питалась Раскармливалась Причем Такими раздачами Была что за два часа Можно было поймать Там до пяти килограмм Этого же окуля Крупный? Да Ну чемпионаты России Проводятся на крупных Водохранилищах Из-за того что Народу бывает Как правило До 250 На рыбных водоем Где на мелочевку Не размениваются уже Нет мелочевка Тоже Играет роль Даже Разница в один грамм Может принести тебе Первое место Ну об этом тоже Видимо чуть позже поговорим Да о том что собственно А трофеях В ходе такой спортивной А так спортивная рыбалка Она в основном подразумевает Мелкую рыбу Именно мормышка Редко когда попадаются Там Ну акцентируешь свое внимание Именно на крупной рыбе Потому что у нее Полную снасть Больше шансов Да это во-первых Во-вторых Во-вторых Это наверное связано Еще с тем Что в основном Ну как раз Вот эти зоны В которых ловят рыболовы Спортсмены Их разбивают Ну как правило На достаточно комфортных Глубинах Для вот этих Легких снастей Мормышки В частности Ну там глубины Не знаю Там редко наверное Превышают 5-6 метров Ну бывает И такое что превышают Бывает Но не сильно часто И в основном Это бывают Там какие-то Прибрежные зоны Рядом с берегом Там да Береговые Ну Береговую зону Как правило Редко разбивают Потому что Береговой зоне Не всем народу хватит Да Поэтому А там всегда Если есть береговая зона Лучше всего Стартовать с берега Потому что мелкая рыба Там 100% будет Да Ну кстати Мы несколько раз Уже говоря О спортивной ловле На мормышку Говорили слово Бегать Я так понимаю Что бегать Это действительно приходится на водоеме Да Прям вот Тут по правилам Очень тяжело Надо привыкать Потому что каждый спортсмен Он старается делать больше движений А бегать Допустим с буром На соревнованиях Это в правилах техники безопасности Полностью запрещено Только шаг А спортсмен Бегать Очень быстрый шаг Не, а если без бура Если уже на северном Без бура В последние два года Разрешили бегать То есть от ломки-клонки Ты можешь бегать Скорее Теоретически да Ну а раньше Даже это было запрещено То есть полностью Только шаг Чтобы увеличить Прям дисквалифицировался спортсмен При трех замечаниях Три замечания И спортсмену Дисквалифицироваться из зоны А что еще входит В список таких нарушений За которые Все Бур До свидания Всегда вернут Только бур Забуренный Да Также Если ты не соблюдаешь Пять метров Пытаешься бурить спортсменов Тем самым Мешаешь другому спортсмену Также точно три замечания Рулеткой меряют Или да Да Судьи ходят с рулетками И меряют от центра лунки До другого центра лунки Ничего еще Чтобы было минимум По прямой соответственно Да конечно По прямой По прямой линии Также Эти же замечания Относятся Что допустим Если рыбачишь Вдоль линии флажков То есть Это ограничение Зоны В крае В края зоны Нельзя Нельзя никакой частью тела Задевать От края зоны И также нельзя За зону выкидывать Удочки То есть спортсмены Чтобы леска не путалась Особенно если Большая глубина Удочку отбрасывают От себя То есть подсечку Когда сделал Подсечку там Несколько Перехватов Удочка улетает И неважно Если зона перед тобой Ветер дует в спину Как правило Чтобы было более комфортно Рыбачить И за зону удочка улетела Судья может просто Прийти у тебя леску Отстригнуть Сказать удочке До свидания А тебе товарищ спортсмен Замечание Там достаточно Много нюансов Много нюансов Которые касаются Экипировки Если посмотреть Например на рыболов Спортсменов Именно вот Которые занимаются Мормышкой То мы редко У кого Увидим Ящики В прямом понимании Этого слова На которых сидят Спортсмены Практически Никогда не ловят Сиди Это практически Ловля на коленях Подбежал На коленочке 90% ловли Это с колен Соответственно Для того Чтобы колени Не болели Придумывают Различные Наколенники В основном Это самодельные Самодельные Ловят Непромокающие И делают Очень часто Например По последнему льду Когда проходят соревнования Там и вейдерсы надевают И Какие только могут быть Ухищрения Соответственно Экипировка Рыболова Спортсмена Она тоже накладывает Определенные условия Не знаю Какие-то очень Толстые Громоздкие костюмы Никто не использует Потому что за 2,5 часа По зоне Объявишься Так что Уже потом Все будет Ну поэтому Вот такая штука Она присутствует Здесь Ну все Любая мелочь В спорте Она важна Давайте сейчас Делаем небольшую паузу У нас подошло Время рекламы Я напоминаю Что это программа Трофей рыбалка И сегодня мы говорим О спортивной ловле Рыбы на мармышку С нами Александр Фалалиев Александр Фалалиев Рыболов-спортсмен Кандидат в мастера спорта И Василий Мамонов Профессиональный рыболов Эксперт компании «Арсенал» На Комсомольской 8 Кроме того Не забывайте о том Что Мы правда об этом Вначале не упомянули Но мы задаем в каждой программе Вопрос нашим слушателям С помощью смс На него сможете его С помощью смс Можете на него ответить Номер 8 909 720 101 0 Первому Правильному Первому правильно ответившему Достанется Подарочный сертификат От компании «Арсенал» Это все будет Очень скоро Продолжается программа Трофея рыбалка Генеральный партнер Нашей передачи Компания «Движение нефтепродукции» Ну, наверное, уже настало Все-таки время Поговорить непосредственно О снастях Которые используют Спортсмены-рыболовы Да, Витя Васильевна? Ну да Мы о тактике Вот совсем-совсем чуть-чуть Мы сказали Там на самом деле Фишек разных И нюансов Очень-очень много Я думаю, что мы По спортивной мормышке Сделаем такой цикл Передачи В которых Мы, возможно Для популяризации Данного вида Конечно, да В которых мы там Конкретно уже поговорим О прикормках О типах прикормок Которые используют О способах прикармливания Как это делать Для чего Зачем Ну, поговорим дальше Вот А сейчас Вот мы, наверное Коснемся снастей О которых мы уже Там много упоминали Что они там Очень тонкие И еще что-то Саша Основное отличие От любительской В чем? То есть, вроде бы Та же мормышка Удочка Леска Ничего нового Но чем отличаются? И самый главный вопрос Который всегда Честно скажу Я когда ездил На соревнования Ну, у меня там было Пять удочек Ну, редко восемь Я знаю спортсменов А оно регламентировано Кстати Число удочек Нет, число удочек Не регламентировано Ловить можно одной А с собой У тебя может быть их Сто То есть, это не так Что расставил И побежал Нет, конечно Вот Значит Зачем Я знаю Что там Двадцать, тридцать Сорок и пятьдесят Это не предел Это какой-то Отдельный кейс Должен быть Вот ящик Вот ящик Как раз служит У спортсменов Для цели транспортировки Его жных снастей Не для того, чтобы сидеть А для того, чтобы в нем Лежали снасти Зачем такое количество удочек? Для чего? Здесь спортсмен носит Такое количество снастей Для того, чтобы Более тщательно Определить в данный момент Эта снасть Четко Не перевязывая Снасти Не тратя время На каждой удочке Своя мормышка Своя мормышка Свой кивок Диаметр лески Да, то есть Диаметр мормышки Цвет мормышки Крючок толще-тоньше Там леска толще-тоньше Чтобы подбирать Именно под данную Вот ты нашел, допустим Трофейную рыбу В зоне Ну вдруг Попадается под лещик Как бывает На чемпионатах России Под лещик До полутора килограмма Это как в Курске было Лещ Лещ, да Лещ Два килограмма лещи попадались И все А у нас снасти сделаны На окуне На вершанную плотву С леской там 206, 205, 204 И естественно То есть 004 006 006 Да Вот такие снасти Естественно Такую снасть Леща напала Полтора килограмма Проблематично выложить Выловить И спортсмен Сматывает одну снасть Не тратя время На перевязку Переделку Этой снасти Он просто ее убирает Достает другую удочку И у него С минимальной потери времени Причем Я Это вполне понятно Я видал спортсменов У которых Например Пять удочек Пять удочек С одинаковой Мормышкой Одинаковой Леской Одинаковым Кивком Это запас Ну то есть Если оборвал Ты на эту же удочку Не вяжешь Мормышку Если она была ловистой Ты оборвал ее Подцепил крупный трошей И продолжаешь Это все сделано Для того Чтобы в эти два с половиной часа Которые отведены на ловлю Не тратить время Ни на что больше Кроме ловли Ну а конкретно Это количество удочек У Александра Тоже надо спросить Сколько Александра У меня Я не сторонник Большого количества снастей У меня 18 удочек В арсенале На соревнованиях Чуть-чуть 18 Это у спортсменов Это у меня Самое маленькое количество Я думаю У некоторых спортсменов Доходит до 60 штук А вон Александр приехал Говорят на соревнованиях Да У него 18 всего Всех меньше Да Вот Спортивная мормышка Вот всегда Меня интересовал Этот вопрос Вот Есть мормышки Которые там Продаются в магазинах Да Ни разу Честно скажу Не видел я Наших действующих Спортсменов Которые бы приходили В магазин И покупали мормышки Что в них не так Ну в покупной мормышке В чем отличие Спортивной мормышки От обычной Обычной любительской мормышки Как правило Их делают серийно То есть Человеку Чтобы больше Заработать Он не следит За качеством мормышки А спортсмены Именно покупают Заказывают Непосредственно У самих производителей Которые Не будут делать На качество Они сделают дороже Сделают вернее На качество Дороже Пусть она выйдет Он на этом тоже заработает На качество Именно спортсменам Он делает Индивидуально И спортсмен Может для себя Выбрать Допустим Тоже качество Крючка То есть Мы приносим Человеку Мастеру Который делает На мормышке Свои Допустим Какие-то Вложения То есть Крючок Каждый спортсмен Тоже выбирает Для себя Индивидуально То есть Я ловлю Допустим На более мелкие крючки На более Вытянутые А другой спортсмен Может ловить Немножко наоборот И поэтому Нам делают Именно под заказ Мормышки Поэтому мы не покупаем Мормышки в магазинах То есть Вы покупаете крючки Я понял Нет Многие же спортсмены Сами покупают Вот эти заготовки И крючки И паяют Сами паяют Сами стараются паять Сами паяют Есть мастера Которые делают Вот эти мормышки И Ну это как В любом виде спорта Да Ну то есть Вот есть хоккеист Да И у него там есть клюшка Он сам клюшку обмазал Именно Его клюшка Которая Чтобы она хорошо Лежала в руке При этом Под тяжесть Не знаю Там у футболиста Бутцы Не знаю У теннисиста Ракетка А у спортсмена Мормышечника Это мормышки Вот Понял Все Ну То есть Вот Давай Так Человек Команда Новая Да Захотела поучаствовать То есть Ему сейчас надо пойти Найти мастера Найти крючки И там Что-то спаять Самому возможно И переехать Либо все-таки Из этих вот Серийных вариантов Которые продаются В магазинах Можно все-таки Что-то подобрать Конечно Я знаю Что там есть Например Тульская мормышка Самая распространенная Тульская мормышка Подходит Я знаю Тульские пряники Тульские Токарев Что-то делают Потому что Ассортимент мормышек В современных Рыболовных магазинах Вроде бы рыболовный рынок Он такой Ого-го Обширный Сказать Глаза разбегаются Это ничего не сказать Там все разбегается Саша Можно 2-3 цвета Ни шарика Ни кембрика Ничего Абсолютно голый Абсолютно голый крючок Именно Да Под цвет золота Покрытие Блатное покрытие То есть Она дает Такой цвет Порошкового золота Почему Как профессионалы Объясните Почему именно это Ну тут Нету однозначного Ответа На это Ну как правило Рыба видит В них Что-то Считается Что в песке Живет Рачок Который И похож Именно на этот цвет Как пищевой объект Как пищевой объект А форма может быть разная Форма мормышки Это разная В основном Наверное Шары капли Ну в основном Капли Даже не шара Капли Она потому что Самая тяжелая Может быть При таком же объеме Например капля Будет весить Больше чем шарик Например там Всякие уралочки Какие-то еще Ну очень редко Наверное используют Потому что там Ну вот в этой форме Долго тонет Мормышка Долго тонет То есть чтобы она Стала тяжелой Там надо Ну она будет уже Такая достаточно Объемная Плюсом Плюсом еще ведь Мотыля Когда подсаживаешь Там еще дополнительный Объем Объем Скорость Скорость теряешь При ловле Кроме золотого Цвета мормышки Еще какие Золото, серебро Наверное И черное Черное Черное, золото И серебро Это три основных Цвета спортсменов То есть цвет вольфрама Вот к темной Цвет относится чаще Темно-серый Да Темно-серый Графитовый цвет Вот чистого вольфрама Не покрытого Абсолютно ничем Вот У спортсменов Еще кстати Я увидел Одну такую штуку 90% мормышек Наверное Они Тело у них Просверлено Просверлено Когда вставлен кембрик А вот не с петелькой Почему? Петелька мешает игре Другой угол Игра другая Да Поэтому Вот Так что вот Друзья Кто захочет Начать в спортивной мормышке И с петельку С вольфрамом Как правило Ее очень проблематично сделать А ну припаять Трудно Да И сверлится Вольфрам тоже Это самостоятельно делается Такие же Не продаются мормышки Нет Почему они продаются Тульская мормышка Допустим Тульская мормышка Она вот такая же Там единственная Особенность есть Если просто Просверлить вольфрам У него вот эти вот Краешки Острые Будут острые И соответственно Тончайшую леску Они будут перетирать Перерезать И обрывы будут неизбежны Ну тут есть и обратная Сторона этой мормышки Так как у нее идет Более широкое сверление Ну отверстие больше Отверстие Да Не то что играет По другому Они делают его для того Чтобы вставить кембрик Это естественно Они больше металла выстрелят То есть мормышка потеряет Легче будет Ну в целом Так к мормышкам Есть какие-то требования По цвету По форме По весу Или вот Все во что Гораз Вес конечно Мормышка чаще всего Выбирается именно по весу И по скорости Не-не-не Я имею ввиду по ограничениям Вообще нету никаких Ограничений мормышка Ограничения мормышка Не должна превышать Полтора миллиметра Полтора сантиметра Полтора сантиметра Полтора сантиметра Полтора сантиметра Это с крючком Или только тело Мормышка С крючком С крючком Полтора сантиметра Ух ты Вот такая Грамм Восемь Если вот Ну не грамм восемь Скорее там До грамма Вось Полтора сантиметра Да Там же они там Идут тонкие Если учитывать При этих снастях Ну тут больше Обозначение Вот именно по диаметру А не по весу Ну да Честно скажу Такими Мормышками редко. Не рвать относительно у них. Или, скорее всего, никогда. Вообще, да. Просто стоит ограничение, что больше этого нельзя использовать. Никогда. Основные, наверное, мормышки, это там 2-2,5. Вот от 1,8 и до 4. Ну, до 4. Это миллиметров. Миллиметров. Тело. Малюсенькие. Совершенно верно. Достаточно маленькие мормышки, тоненькие крючки, очень острые, на которые мы там насаживаем мотыля. Окей, про мормышки мы... Вопрос, Василий. То, что дело-то будет уже к завершению нашей беседы. Я имею в виду времени не слишком много. Время вопроса настало. Вопрос сегодня будет очень-очень простой. Есть такая замечательная книга, которую не знаю, там каждый уважающий себя рыболов наверное, прочитал или должен прочитать. В таком случае настольная. Да, настольная. Да, как говорится. Книга «Жизнь и ловля пресноводных рыб». Так вот, вопрос, кто автор этой книги? Фамилия автора книги «Жизнь и ловля пресноводных рыб». Нам достаточно фамилии, да. Отправляйте свои варианты ответа на номер 8909-720-101-0. Первый правильно ответивший, напоминаю, получит сертификат, подарочный сертификат от компании «Арсенал». Про мотыля хочется мне спросить. Тут к мотылю-то нет никаких претензий на соревнованиях? К мотылю тоже есть. Тоже есть. Требований тоже по размерам. Нет, требований по размеру нет. Чаще всего, как правило, это ограничения по объему мотыля. На одного спортсмена. На одного спортсмена. На одного спортсмена. Да. Чаще всего… Оно касается и насадочного, и кормового, или в общее количество? И насадочного, и кормового. Ну, давайте озвучим эти параметры. Кормовой мотыль, кормового мотыля, разрешенный объем – литр. Литр. Ну, это так… Да. Ну, то есть, литровую банку можем представить. Вот она полностью наполнена. Полностью наполнена, не более кормовой. Так же точно… Кормовой мотыль – это мелкие мотыли, еще раз напоминаю. Да. А насадочного там, по-моему, неограниченное количество идет. Ну, и насадочный мотыль, как правило, хватает одной-двух мотыльниц спортсмену на соревнования. Ну, редко-редко, очень превышает, когда… При очень хорошем клюве. Да, даже, да, тут все равно эстрадис подзыв. По количеству насаженных мотылей на… Ограничений нет. Здесь тоже нет ограничений. Но здесь каждый рыболов выбирает по-своему. Я видел, опять же, на соревнованиях, как это там делается. Кто-то насаживает колечком, кто-то насаживает пучком, кто-то насаживает за голову, кто-то там после того, как насадил, отрывает чуть-чуть, чтобы он там вытекал. Ну, да, что? Здесь уже, скажем так, полет фантазии не ограничен. Это только уже сам спортсмен методом пробы ошибок может подойти. Саш, давай, у нас времени, наверное, не так много уже. У нас порядка 10 минут осталось. Давай об удочках поговорим. Вот это вот количество там бешеное, там 50-60, у тебя там 18. А спортивная удочка, вот рыболова-спортсмена, она как-то отличается от удочки любителя. Потому что, опять же, в магазин приходишь, там глаза разбегаются. Их там 30-40 видов. Осевая, безосевая, там, не знаю, с ручкой, без ручки. И в большинстве своем, ну, вот я, когда участвовал в соревнованиях, да, у меня там тоже были вот в основном балалайки удочки. Их сейчас очень много. И раньше вот я по себе, опять же, вспоминаю... Посмотри, что такое балалайка. Ну, вот в форме такой вот шайбы, да, удочки там. Не знаю, почему ее... Ну, в простонародии ее называют балалайкой. Я не знаю, почему балалайка. Балалайка треугольная такая почти. Это вот круглая. Ну, называют балалайкой. Ну, в общем, очень легонькая такая. Ну, это один из самых главных критерий. Легкость удочки. Я вспоминаю себя вот на заре там какой-то, да, когда там участвовал в соревнованиях. Вот у меня всегда там была мечта, не знаю, почему там, иметь Михеевскую балалайку. Вот такая вот вроде пенопластовая там удочка, все. И когда она вот у меня появилась в руках, я посмотрел, там, ну, удочка, удочка. Ну, вроде бы такая же. Но когда я ее там крутнул, я понял, что, ух, ничего себе, там, у нее шпуля крутится. Там никаких заделок. А что значит Михеевская? Есть у нас спортсмен, один из самых самых старых спортсменов. Старых спортсменов, родоначальников, наверное, Михеев. И вот он разработал и сделал свою форму, свой материал, свои доработки. Это вот так и называется Михеевская удочка. В общем, такой новатор, так скажем, изобретатель. Я ни разу не видел, чтобы они не продавались в магазинах. По-моему, не продаются они и так это. Так же точно между спортсменами расходятся. По своим расходятся, самым ограниченными партями. Что за снасти? Что за удочки, вернее, непосредственно, да. Какие? Сейчас там есть чебуткинские, еще там какие-то. Чем они отличаются от обычных? В чем основной критерий выбора спортивной удочки зимней? Самое главное – это легкость удочки. Максимальная легкость. Максимальная легкость, да. Для того, чтобы, как ранее говорили, что ты когда откидываешь удочку, при больших глубинах, там 5 метров она пролетает, ты сидишь на лунке, она у тебя при большом весе просто в сугробе утонула. А обратно не притянуть за тонкую леску? Нет, тонкие лески, они не позволяют притянуть. То есть, здесь будет либо обрыв снасти, либо вам приходится вставать, время тратить. И бежать за ней. Достать, да, при этом же можно запутаться. Это вот самый основной критерий. Второй критерий здесь является шестик. У спортсменов шестики не должны примерзать на морозе. Шестик – это то, что в корпус. Да, да, да. Это просто многие материалы, как правило, на морозе дубеют. А, ну, то есть, он должен при любой температуре сохраниться физические свойства. То есть, он должен гнуться. То есть, это материал какой получается? Ну, здесь материалов множество. Самый основной, самый известный материал – это, допустим, фторопласт. Фторопласт. Да. Вот раньше, да, использовали фторопласт, винипластовые хлыстики. Винипластовые хлыстики, да. Сейчас, наверное, их можно заменить вот этими… Поликарбонатные, как там они называются. По-моему, поликарбонат, да. Поликарбонатные хлыстики. Сейчас технологии дошли. Но это подороже все-таки. Нет, они наоборот. Они дешевле, потому что вот эти вот хлыстики из первых материалов, которые мы сказали, их раньше делали только кустарно. Купить их в магазине было нереально. Это точно так же. Там приходили на какой-нибудь завод, заказывали пастер, он там вытачивал. Да ладно. И они там расходились по своим. Приходили, заказывали. Через забор сначала таскали, потом уже что-то из них делали. Поэтому в магазине их было приобрести нереально. А сейчас, да, технологии шагнули. И, пожалуйста, вот эти вот хлыстики из поликарбоната, они, в принципе, отвечают всем требованиям, которые нужны. Вот. И самое дальше важное, наверное, в снасти рыболового-спортсмена, там, помимо мормышки и всего оставшегося, это кивки. Кивок. Просто видел, с какой идентичностью рыболов-спортсмен вот перед туром, либо вот в промежутке между турами, вот они сидят и вот так вот смотрят на кивок, не то. И берут наждачечку и вот тик-тик-тик. Доделывают его. Вот еще здесь и вот насколько это важно. То есть они добиваются вот такой красоты. Кивок, я скажу. Добиваются правильной передачи игры на мормышку. То есть это самый главный критерий вообще. И, наверное, фиксации поклевки, да, то есть там... Да, чувствительность, там, да, размер, там, допустим, если приезжаем на большие открытые водоемы с кивками 8 сантиметров, которые провисают и ведует ветер, это все невозможно. Просто даже не то, чтобы поклевку не увидеть, а... Проводку. Проводку не сделать правил. Не знаю, как ты удочку летом без поплавка забрасываешь, там, непонятно, что происходит. Там клюет, не клюет. Непонятно, да. Поэтому каждый спортсмен под каждую мормышку, под каждый диаметр вытачивает свой кивок. Вот, вытачивает кивок. Кивков же, опять же, там, множество и различные материалы используются при их производстве. Спортсмены в основном пользуются чем? То есть это все-таки лавсан или там металл, может быть, или еще что-то? Тут тоже индивидуально. Металл же, он, скажем так, не так подвержен воздействию того же ветра. Здесь другая сторона. Металл нельзя доработать. То есть на ходу его никак не доработать. Это первое, минус металла. Второе, минус металла. Также, еще раз повторюсь, выкидываем. Нет, металл не реагирует на температуру так же. При игре, при этих тонких, он не реагирует. Мы откидываем, гнется. Откидываем уночку, да. Или ломаться. Он может сломаться, загнуться, и он уже не исправится. А лавсан, лавсан и астролон, им это не грозит. Восстановит свое. Но здесь, опять же, есть самый большой плюс кивка металла. При ветре он не портит игру. Он не боится ветра, как лавсан и астролон. Ну, то есть и то, и то надо все равно иметь в парсенале. Нет, иметь не нужно. Спортсмены добились того, что, допустим, если мешает ветер, ставят более короткие кивки. Более узкие, более короткие, чтобы ветер как можно меньше мешал. Ну, 95% случаев, я насколько понимаю, спортсмены пользуются так или иначе. 95% у спортсменов это было лавсан и астролон. А именно этот материал он почему использует? Опять же, можно использовать покупные варианты, либо все-таки спортсмены делают сами, либо можно взять покупное и его доработать. Чаще всего берут спортсмены заготовку. То есть это покупной кивок. Для нас это звучит как заготовка. И его дорабатывают индивидуально. Я точно знаю, что там выкидываются сразу все вот эти крепления, которые огромные, громоздкие, которые на этой невесомой удочке, не знаю, как седло на корове. То есть убирается все, там есть какие-то свои элементы крепления кивка, каждый подбирает по-своему и подтачивает его. Вот как раз, наверное, из-за этого еще тоже и количество удочек огромное, что под каждую мормышку подбирается там свой кивок. Под правильным углом. Вот под правильным углом. Мы мчим всех гаешт галопом по Европам. У нас буквально три минуты где-то остается. Давайте сейчас самый главный момент. Ради чего все эти усилия? То есть требования к улову на соревнованиях? Тут какие правила существуют? Кто больше поймал, тот и чемпион. Ну, тут не то, что чем больше поймал. То есть человек может попасть в одной зоне на рыбу. Даже обычный новичок, который там, грубо говоря, только пришел в спорт и просто сел на рыбу. Есть такое понятие. Подождите, давайте зайду с этого конца. Что вот рыба взвешивается потом? Да. Взвешивается. Соответственно, у кого вес больше? Это в одном туре. В одном туре. Да. Во втором же. Вот от веса в рыбе, от веса пойманного улова зависит твое место в туре. То есть в твоей определенной зоне, в которой ты был. То есть если спортсмен занимает первое место, соответственно, у него получается один балл. Если второе место, у него два балла. Наименьшее количество. Наименьшее, да. Сумма мест выигрывает. Двух туров. Да. Но здесь нужно сказать, что соревнования всегда проводятся в командно-личном зачете. И, соответственно, если, например, в первом туре Саша в своей зоне был первым, а два остальных участника его команды, к сожалению, там были... Не были удачи в очень хороших местах, то рассчитывать на командное высокое место можно, только если в следующем туре все трое будут где-то в лидерах, а лидеры провалятся куда-то. Ну, то есть здесь тоже такая своя разница. Да, это очень часто срабатывает. Второй тур всегда решает очень много, и очень часто лидеры первых туров просто улетают на последние места. В зачет идет любая рыба. Ну, в зачет идет любая рыба, да, но не считая некоторых определенных видов рыб, как щука, допустим. Щука меньше 32 сантиметров, к зачету не принимается. То есть действуют те же самые правила спортивного рыболовства. То есть окунь у нас к зачету любой, там, например, та же сорога, к зачету у нас любая. С этого года голавль у нас будет регламентирован, с этого года лещ у нас будет регламентирован. Регламентирован, да, все сейчас входит в этот регламент. Соответственно, это все будет прописано в регламенте соревнований, они всегда выкладываются перед началом, там за неделю, за две, там за месяц регламент соревнований выкладывается. Там указаны виды рыб, если, соответственно, в водоем, на котором есть какие-то, не знаю, как у нас, бёрдж в Красной книге, в других местах ещё какая-то рыба может попасть в запрет для ловли. Там тоже это всё указывается. Соответственно, спортсмен, поймав такую рыбку, поцеловал и в лунку отпустил. Также хотелось бы немножко отклониться от соревнований. У нас 2 февраля будет проводиться кубок Кировской области по мормышке, по спортивной мормышке. Это будет в село Кумёнах, в поселке городского типа в Кумёнах. Будет сбор у Малой Дамбы. То есть, пишите, обращайтесь, вдруг соберёте свою команду. Куда писать, Александр, где информация размещена? В интернете, где конкретно? А также размещают её в магазинах, на сайтах, также в обществе охотников-рыболовов. Федерация есть у нас в спортивной области? Да, есть в спортивной области. Я точно адрес не помню, но скажу вам, что это будет рядом с кинотеатром «Октябрь». Там точно адрес я вам точно не могу сказать. Это всё можно найти, на самом деле, в интернете. В интернете. Чаще у нас есть группа, в контакте есть спортивная мормышка Кировской области. Вступайте, и там все информации о проходящих и прошедших соревнованиях имеются. Ну что ж, удачи всем, кто будет принимать участие в этих соревнованиях. Я думаю, очень активно мы сегодня поговорили. Я думаю, много слушателей для себя с новой стороны открыли зимнюю ловлю. Посмотрели на неё в другом ракурсе. Я на самом деле думаю, что мы сделаем цикл передач, как я уже говорил, в котором мы более подробно начнём рассказывать. Сегодня была такая сильно поверхностно-взорная передача, в которой мы поговорили об основных аспектах, которые стоит учитывать при зимней спортивной рыбалке на мормышку. Спасибо большое нашим гостям Александр Фололеев, рыболов-спортсмен, кандидат в мастера спорта. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. У программы будет, естественно, видеоверсия. Она завтра появится в группе нашей радиостанции ВКонтакте и на нашем сайте. Кирова.ру. Повтор передачи смотрите в воскресенье в 16.00. Вернее, не смотрите, а слушайте. На этом всё. До свидания. Всего доброго, друзья. Трофей. Рыбалка.